Samsung Galaxy Note 5 однозначно очень достойный фаблет, но как и все в этом мире не идеальный. С вами Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Предлагаем вашему вниманию материал, посвященный самым слабым местам этого аппарата. Поехали! Первой причиной не покупать пятый ноут является дизайн девайса. Кто-то скажет, что в этом вопросе претензий к пятерке не может быть и в помине. Скажу честно, не согласен. Как показывает опыт нашего темно-синего аппарата, устройство получилось невероятно марким, так что протирать его придется частенько. Да и чехол этому смартфону не помешает, ведь что бы там нам не рассказывали рекламные ролики, а стекло материал нежный, который зачастую при падении превращается в гору мусора. Напомню, что в этом устройстве стеклянных панелей две. Ну, вы поняли, о чем я. Вторая слабинка аппарата также касается его корпуса, а точнее его неразборности. Чем это грозит? Первое, если ваш аккумулятор умер, самостоятельно вы его не замените. Второе, подключить карту памяти нельзя. Хотя обычно последнее решается с помощью отдельного лоточка, но это такое, видать корейцы в этом году и о первом и о втором моменте забыли. А жаль. Третий пункт. Экран гаджета. Да, это скорее придирка, чем причина не покупать, но цветопередача у этого дисплея по душе придется не всем. Цвета несколько агрессивные, контрастность и насыщенность завышены до неприличия. Лично мне это не нравится, но, конечно же, каждый вправе выбирать сам. Корректор цвета имеется, но радикально решить проблему он не поможет. Достичь естественности цветов здесь невозможно. Четвертая причина. Не очень большой разрыв в плане инноваций по сравнению с предшественником и огромное количество достойных конкурентов. Постарайтесь вспомнить четвертый ноут. Да, железо в нем слегка послабее. Нет стеклянного корпуса, а по сканеру отпечатка пальца надо проводить. Касания недостаточно. И за сколько нам пытаются это продать? За 150-200 долларов. Именно такая разница в цене между этими блокнотами. О конкурентах, я думаю, сильно распинаться не нужно. Просто перечислю парочку. Здесь тебе OnePlus 2, и Nexus 6, и Xiaomi Mi Note Pro, который выглядит почти так же. И еще целая гора свежих фаблетов. А в частности и Galaxy S6 Edge Plus, который по сути приходится пятому ноут кровным братам. Пятой причиной отказаться от покупки этого девайса является его цена и труднодоступность. Второе, возможно, явления временные, но пока этот аппарат так просто не раздобыть. Да, рано или поздно нелегально завезенные смартфоны заполонят полки магазинов, а за ними при благосклонном стечении обстоятельств подтянутся и официалы, но пока что это не совсем так. Мало того, если вы все же отыщите себе свой долгожданный ноут 5, выложить вам за него придется кругленькую сумму, а именно 700-900 долларов США. Согласитесь, деньги не маленькие. Если названные нами причины являются для вас пустым звуком, и нам таки не удалось убедить вас отказаться от приобретения ноут 5, позвольте нам хотя бы поведать вам о способе раздобыть его без проблем и предельно быстро. Плюс, если вы счастливчик, то еще и подешевле. Как вы знаете, наш экземпляр мы прикупили за границей, а именно в США. Потом оперативно привезли его сюда с помощью сервиса Бандеролька. И вот он у нас в руках. Целый и рабочий. А что еще нужно? К слову, приобретение за бугром и доставка в Украину вместе получились дешевле, чем покупка по месту в магазине. Ссылка на товары на службу Бандеролька ждут вас в описании этого ролика. Юзать не грешно. Проверено на личном опыте. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok